Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Морзаду и Шенбекова. Организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов, уроженец нашей страны, с 2013 года лишен гражданства Кыргызской Республики. Ранее сообщалось, что ФСБ России задержало выходца из Средней Азии, подготовившего террориста-смертника Акбаджуна Джалилова, совершившего 3 апреля взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Им, по версии российских спецслужб, оказался Аброр Азимов, этнический узбек, родом из Ожской области. Еще в 2013 году он принял российское гражданство. Сотрудники ФСБ России арестовали его в Одинцовском районе Подмосковья. А вычистить его удалось, как пишут некоторые российские СМИ, по контактам в телефоне взорвавшего себя смертника Джалилова. Сообщается, что молодой человек как раз после 3 апреля перестал появляться на съемной квартире, отключил все телефоны, купив новый аппарат и активировав новую сим-карту, разыскиваемый выдал свое местоположение. При задержании у Аброра Азимова был обнаружен заряженный пистолет Макарова. Кроме него, в списке предполагаемых соучастников числятся еще двое Садыка Уртиков и Шухиста Каримова. Помимо участившихся ДТП в столице увеличилось количество наездов на пешеходов. Только за последние несколько дней на столичных дорогах пострадало три человека на улице Гагарина. Сегодня утром автомашина «Лексус» сбила человека. Запись с видеорегистратора в сети разместил очевидец. Пешеход остался жив, отметил он. При этом водитель так и продолжил движение, только ускорив скорость, скрываясь с места происшествия. Как отметили очевидцы, к счастью, в это время недалеко от места происшествия находилась машина скорой. Медики быстро оказали мужчине всю необходимую помощь. Второй случай произошел на пешеходном переходе на пересечении проспекта Джибекджолу и улицы Турусбекова. В минувшую пятницу сбили двух пешеходов. Этот инцидент также засняла камера наружного наблюдения. На записи видно, что автомашина ехала по встречной полосе, нарушив правила дорожного движения. 12 учеников и еще несколько учителей одной из школ в Балакчи доставлены в больнице в результате отравления газом. Каким конкретно пока не установлено, сообщает в МЧС, неизвестно. И то, откуда взялось вещество и каким образом произошло его распыление. По данным МЧС, происшествие случилось накануне в 10.35 утра в школе номер 3 имени Абдулдаева. Как отметили в городском отделе образования, основная версия – это хулиганство. Симптомы совпадают с отравлением от перцового газа. Предположительно, кто-то из детей принес с собой газовый баллончик и распылил его. Пока исполнителей не нашли, но у милиции есть подозреваемые. Как отметили медики, ребята находились на занятиях. Через какое-то время у учеников 9, 10 и 11 классов стало першить в горле. Начали слезиться глаза. Две девочки упали в обморок. В результате отравления пять учеников были доставлены в реанимационное отделение городской больницы, еще пятеро – в отделение травматологии. По данным Минздрава, сегодня все пострадавшие переведены в обычную палату. На сегодняшний день 11 детей остаются в отделении. Пятеро, которые были вчера госпитализированы в отделении реанимации, они все уже переведены в отделение хирургии, травматологии, терапии, детское отделение и так далее. Все дети, которые находятся на сегодняшний день в стационаре, получают полный объем необходимого лечения, препараты, все за счет больницы, обследование соответствующее тоже проводится. Именно каким газом произошло отравление, пока нам это неизвестно, но в этом направлении сейчас работают правоохранительные органы. И еще одно массовое отравление произошло в Базар-Кургоне. Только на сей раз отравление пищевое, предположительно салатом на свадьбе. Само мероприятие прошло 15 апреля. Спустя два дня в Базар-Кургонскую территориальную больницу обратилось сначала 8 человек, на следующий день еще 14. Всего 22 человека были направлены на стационарное лечение. У двоих пострадавших в состоянии средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Все получают дезинтоксикационную и симптоматическую помощь. Обвиняемый в попытке насилия 11-летней девочки оправдан. Такое решение вынес Ожский городской суд. Подсудимый, освобожденный из-под стражи, взяли суда. Однако пострадавшая сторона и их адвокаты не намерены сдаваться. Как рассказали в правозащитной организации Колым-Шамы, они обжалуют это решение. В октябре прошлого года родственники девочки заявили о том, что их 30-летний односельчанин пытался изнасиловать ребенка. Девочке удалось сбежать, но она, по словам родителей, получила травмы и более 10 дней пролежала в больнице. После в отношении этой семьи началось давление со стороны родственников подозреваемого, в результате чего пострадавшие были вынуждены переехать в столицу. Уголовные дела возбуждены также в отношении четырех сестер обвиняемого. Их подозревают в избиении матери девочки. По словам правозащитников, они будут добиваться наказания для молодого человека и намерены уже в ближайшее время обратиться в областной суд. Начались нападки их, вплоть до того, чтобы их выгнать, изгнать из села. Но поскольку семья, она очень незащищенная, она одна воспитывает своих детей. И, конечно же, она элементарно не могла даже должным образом себя и защитить. И именно поэтому и стало причиной того, что она обратилась именно к правозащитникам. Мы полностью не разделяем точку зрения суда. Это решение нас абсолютно не устраивает. Мы с этим решением абсолютно не согласны. И мы будем это соответствующим законным образом обжаловать высшестоящей инстанцией. Строительство дороги Бишкек-Карабалта смахивает на аферу. Об этом сегодня на совместном заседании сразу двух парламентских комитетов заявили депутаты Джугар-Кукинеша. По их словам, на глазах народа украли почти 10 километров дороги. Такой вывод народные избранники сделали после того, как выяснилось, что ремонтируемый участок был сокращен. В тендере, напомним, выиграла компания, предложившая самую низкую цену за реконструкцию. Однако после заявила, что работы обойдутся дороже. Но так как депутаты и общественность выступили против, продолжительность дороги, подлежащей реконструкции, укоротили. Парламентарии потребовали пересмотреть систему проведения тендеров, чтобы они проводились, наконец, в пользу государства. Ни детсадов, ни больниц, ни воды, ни дорог. И живут так люди не в отдаленном высокогорном селе, а в непосредственной близости от столицы. Жители признают, что их населенный пункт являлся дачным поселком. Но в силу миграционных процессов так уж вышло, что за много лет Быстроток был обжит. И теперь на постоянной основе там проживают 20 тысяч человек. В дачное объединение Быстроток входит 20 мелких дачных поселков. Сегодня там проживает 12 тысяч человек. Однако проблемы, с которыми жители сталкиваются изо дня в день, уже довели их до отчаяния. На сегодня это поселение не стоит на балансе столичных властей, не берут шефство над ними и областные руководители. Никем не признанные. Они просят присвоить наконец их пункту статус села. Жители дачного поселка Быстроток собираются на этом месте не в первый раз. Поводом для постоянных собраний послужили инфраструктурные проблемы, которые не решаются вот уже много лет. Но кому идти с этими проблемами не ясно. Ведь дачный поселок Быстроток официально не относится ни к Бишкеку, ни к Чуйской области. Местные жители не могут устроить своих детей ни в детский сад, ни в школу. А бывали случаи, когда нуждающихся в медицинской помощи не принимали в больницах, рассказывают местные жители. Замучились мы здесь. По документам мы вроде и есть, и нас нет. Непонятно, где мы живем, кто умирает, кто рождается, откуда приехали. Никакого учета нет. Негде хоронить умерших. У кого возможности позволяют, они хоронят. За 60-70 тысяч сомов. Другие вынуждены увозить своих умерших. Кто в Ож, кто в Джумгал, кто в Кочкор. Первые поселения на этом участке образовались еще в 2003 году. В общем, Быстроток включает в себя еще 20 небольших дачных поселков. На сегодняшний день численность местных жителей перевалила за 12 тысяч человек. Одна из самых острых проблем – отсутствие чистой питьевой воды. У кого есть автомобиль, привозят из соседних сел. Другие вынуждены ведрами собирать дождевую воду. А некоторые и вовсе набирают из поливного лотка. Другая беда жителей – общественный транспорт. Добраться в поселок и обратно можно только лишь на одной маршрутке под номером 366. Однако количество бусов на линии критически мало для того, чтобы обслужить все население. Не говоря уже о том, что жители этого населенного пункта, который, к слову, расположен всего в нескольких километрах от столицы, вот уже 14 лет ждут, когда же у них появится хотя бы небольшой медпункт. Как вы сами видите, дороги в плачевном состоянии. Электричество периодически отключают, не говоря уже о чистой питьевой воде. Пытались своими силами провести, обращались за помощью в различные общественные объединения. Даже к арабам обращались. Где-то появилась вода, но на большей части до сих пор нет. Маршрутки забиты. Едешь как в бане. Вот сейчас я, прописки нету, да, и вот начинаю по поликлиникам по городу ездить и искать где-то договариваться. Мне неудобно, если честно, да, вот ездить в город, да, и просить. Если в частном порядке, нужно платить, нужно бегать, нужно договариваться. Скорая помощь сюда не ездит. Сюда вызови скорую помощь. Скорая помощь. Легче на такси. Такси вызвать, такси быстрее приедет, чем скорая помощь. По словам жителей, с 2007 года они обращались во все соответствующие органы. Однако никакой реакции со стороны властей до сих пор не последовало. Не осталось мест, куда мы не обращались. Никто не решает наши проблемы. Некоторые госструктуры просто игнорировали наши заявления. И устно обращались, и письма писали. В первую очередь, нам нужен статус. Во-вторых, дорогу построить. Самое главное, статус, конечно. После его получения уже на законных основаниях можно строить и школы, и больницы, и прочее. Многолетние попытки добиться от чиновников хоть какой-то помощи не увенчались успехом. А потом у терпения, как говорят местные жители, уже на пределе. Если власти так и не обратят внимание на проблемы их поселка, они грозятся выйти на митинги. Главное их требование присвоить многотысячному населенному пункту статуса Айлюкмату. Айбек Айтбаев, Александр Симонов, НТС. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.